Необходимость инновационного развития системы ЖКХ связывает не только с высоким уровнем износа домов и технических систем обеспечения всего помещения, но и с ростом тарифов и недовольством населения. В этой связи вопрос о модернизации ЖКХ стал наиболее острым. Как говорят специалисты, привести в порядок все жилищное коммунальное хозяйство города можно только с помощью трехстороннего сотрудничества жителей государства бизнес. И здесь необходимо работать оперативно и комфортно для всех сторон. О том, что сделать, чтобы все действия по сохранению ценности дома и стоимости осуществлялись успешно, обсудим в очередном выпуске программы «Бизнес и закон». Я Константин Харламов. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Паспортизация домов. Для чего нужны данные нашего жилища и какая в этом выгода? Поколение грамотных собственников. Что должен знать каждый собственник жилья по сохранению ценности и стоимости дома? Качество услуг. Утвержденные и фактически оказанные. Кто за все отвечает? Специалисты считают, что в начале сотрудничества между собственниками, органами управления и сервисными компаниями построить высокий уровень по предоставлению услуг сразу практически невозможно. Это связано с необходимостью детального описания изучения дома, начиная от сроков акта ввода в эксплуатацию, присутствия в нем современных технологий и степени износа здания. Какие шаги необходимо выполнить собственнику жилья для получения качественных услуг? Расскажем в следующем материале. Чтобы наладить качественное обслуживание дома, необходимо в первую очередь понимать и знать, из каких запчастей состоит твой дом. Шаг первый. Провести инвентаризацию. Нужно описать и задокументировать физическое имущество и его границы. Создать паспорт дома и территории на основании фактических учетно-технических данных объекта. Шаг второй. Провести технико-экономическую оценку имущества, то есть для собственника важно оценить, в каком состоянии находится его дом. Только после этого можно приступать к созданию регламентации по обслуживанию. Очень важно разработать и описать существующие и необходимые действия, как обслуживать каждую часть дома. О том, какая ситуация по контролю дома существует на сегодняшний день, поговорим с гостями сегодняшней программы. Обсудить тему сегодняшней программы к нам в студию пришли Гульвира Абетова, президент ассоциации АйКамал и Виталий Пустовойтенко, IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы. Спасибо, что вы сегодня с нами. Все знают, что необходимо модернизировать дата инновационного развития, должно быть в системе ЖКХ. Мы знаем, что об этом уже много говорится и наверняка много сделано. Можно узнать, на сегодняшний день мы на какой стадии находимся, какая стадия развития, с чего мы добились, какие успехи есть, какие, может быть, есть припоны? Вкратце по реформе ЖКХ скажу, как наблюдатель, который все действия видит со стороны. На сегодняшний день, к счастью, уже подписан закон о жилищных отношениях с правками, которые прорабатывались в 2019 году. Сейчас активно ведутся дискуссии, прорабатываются нормативные правовые акты к закону, которые помогут выстроить бизнес-процессы по управлению жильем. То есть система уже более-менее становится прозрачной и понятной для конечного потребителя услуг, то есть собственника. Это радует. И сама отрасль, то есть отрасль ЖКХ всегда была, а рынок был непонятный, непонятны были правила игры. На сегодняшний день, благодаря нормативно-правым актам, благодаря активностям, которые в том числе и городские власти создают, выстраивается понимание правил игры. Те, какая роль, кто за какую степень действия ответственность несет. Это становится удобным, и рынок в таких условиях имеет право быть конкурентоспособным. Он может масштабироваться, он может развиваться. Собственник понимает, какую конечную услугу он желает получить. Виталий, Ваш комментарий. Хотел дополнить, как касательно правил, то есть за это время как раз-таки появились правила. Мы как бизнес столкнулись с тем, что непонятны были правила игры. Государственные институты определенные пытались участвовать в цифровизации той же отрасли. И каких-то бизнес-процессов, то есть как раз-таки там бизнес-сообщество объединилось, высказал свое мнение. Долго этот вопрос прорабатывал со всеми участниками, в том числе и с нацпалатой. И сейчас добились четких разделений, четких границ. Мы как бизнес понимаем та отрасль, которая отдана нам на цифровизацию. Второй момент за это время очень много есть решений уже появилось на рынке. Я бы сказал, около 10 решений по цифровизации ЖКХ, части ГСК или ОСИ, или органов управления. Какие-то выжили, какие-то закрылись, какие-то остались на рынке. И, соответственно, сейчас уже идет развитие. Мы видим, как регионы пытаются кто-то в том или ином направлении прорабатывать. Здесь довольно-таки большая конкуренция. Идут решения, и рынок стал более цивилизованным. То есть и собственник понимает, что он хочет, и, самое главное, орган управления понимает, что он хочет. Ну и с точки зрения законодательства есть уже конкретные правила, конечно. Если идет вот та самая цифровизация, о которой вы сказали, ЖКХ, на сегодняшний день, вот самыми простыми словами, обыкновенный житель, я пришел к себе домой, я проживаю в своем жилище. Как я могу почувствовать эту цифровизацию? Есть она, нет? Насколько глубоко все это в нашей повседневной жизни? Можно рассказать об этом? Ну, если вы житель, который ничем не интересуется с точки зрения своего жилья, то, наверное, вы никак не почувствуете. Вы оплачиваете коммунальные услуги, вам они поступают в виде сообщений, в мобильных приложениях различных. Если вы интересуетесь все-таки своим жилищем, своим домом, то вы почувствуете, вы захотите узнать, почему или куда тратятся деньги, или почему во дворе грязно, а в соседнем дворе чисто, или почему тариф оказался у вас один, а у соседа выше или ниже. Соответственно, житель уже может посмотреть бухгалтерию, она доступна, житель может отправить заявку, то есть это не искать номер телефона, да, КСК. Кто-то регламентировал законом уже, я так понимаю, или как? А это внутренние, скажем, бизнес-процессы, которые могут быть у всех по-разному. Смотрите, пришел я в КСК, говорю, покажите мне вашу бухгалтерию. Мне говорят, вы кто? Я говорю, ну вот там живут, в такой-то квартире. Ну, извините, пока не можем. Могут такой вариант, такой есть, или у меня какой-то рычаг есть для того, чтобы сказать, извините, господа, ну вот вы обязаны. Как это происходит? КСК это делает, так же отказывает, да, он говорит, что есть отчеты, смотрите отчеты, мы его опубликуем, отчеты доступны на доске, мы их вывешивали три дня назад, мы их показывали на прошлом собрании, почему вы не приходили на собрание и так далее. Цифровизация как раз-таки помогает участвовать в собрании онлайн, то есть присутствовать, не выходя из дома, позже посмотреть протокол, посмотреть тоже бухгалтерию, но помимо того, что ее посмотреть, ее всегда можно спрятать, скрыть, показать, мы сейчас сделаем такой режим, что каждые 15 дней мы будем пользователя обновлять бухгалтерию, мы понимаем, на что ушли деньги, да, ушли на сантехнику, на клининг, на электрика, на закуп каких-то материалов, на ремонт, на вывоз снега, какие-то другие механизмы, и тем самым можно сравнивать с другими домами, можно смотреть, почему. У вас тариф, хоть вы платите, там 40 тенге или 60 тенге за квадратный метр, но в этом месяце КСК потратило меньше, а в следующем месяце потратило больше, потому что появились какие-то работы. Ну, я как житель заинтересован в цифровизации, чтобы чуть ли не со смартфона, допустим, зайти и посмотреть, да, допустим, если КСК, председатель, допустим, не заинтересован в цифровизации, то ее же, получается, и не будет? Или ее можно как-то, ну, прийти и сказать, так, ребята? Вот первая ошибка, когда мы запускали два года назад, была такая, что мы сделали акцент на жителе, да, житель заинтересован, КСК обязан. КСК интереса не было, они не увидели свои выгоды, и, соответственно, жителю не все доставалось. То есть фрагментарное есть решение, кто-то бухгалтерию внедрил, кто-то с заявками, кто-то с отчетностями. Сейчас мы подход меняем, мы уже встречаемся с КСК более детально, мы находим их головную боль и решаем. Ну, один из примеров – это бухгалтерия, да, облачная бухгалтерия. То есть это гарантирует то, что у вас на компьютере, который непонятно кто обслуживает в КСК, да, мы понимаем, какие средства, какие могут быть специалисты, случайно заразился компьютер вирусом и исчезла база бухгалтерии. На восстановление уходит очень много времени. То есть первое – мы бухгалтерию выносим на сервера, выносим в облако, она доступна 24 на 7. Сам председатель в любой момент может посмотреть. Второй вопрос. Мы в бухгалтерии задаем как раз-таки совместно с ассоциацией, прорабатываем рамки правила. То есть это будет бухгалтерия для ЖКХ, где, скажем, бухгалтер, может быть, с недостаточной компетенцией меньше сделает ошибок, чем он сделал бы в обычной системе. То есть мы ему запрещаем определенные правила, мы делаем подсказки, мы делаем свод руководства, потому что она отличается. Еще одним механизмом является то, что данные ведутся онлайн, то есть она сразу под отчет на жителей. Внесли сегодня, купили счет фактуру, купили какой-либо товар или услугу, счет фактуру зафиксировали в системе, там, либо акты выполненных работ. Ну, житель видит, да, мы потратили там столько-то на вывоз снега, ушло у нас денег, столько-то ушло на то. Потому что пока жители не видят, всем кажется, что кто-то наши деньги собирает и тратит непонятно куда. То есть мы показываем все, вплоть до налогов, вплоть до судебных издержек. Ведь жители тоже не знают, что КСК проиграл два судебных акта. Либо имеется задолженность, КСК не предпонимает никаких решений по ее взысканию. И вот в этой части мы сейчас, КСК, снижаем головную боль, ну, опять пример диспетчеризации, система диспетчеризации. Сейчас, если уходим мы в систему ОСИ, да, один дом, один председатель, то, соответственно, этот председатель становится узким горлышком. По приему тех же заявок, потому что у них средства ограничены. И пришла заявка, пусть будет порыв воды или отсутствие, или низкое давление воды. Мы понимаем, что заявка должна уйти сантехнику, которая должна с этим вопросом разобраться. Но она падает в диспетчерскую, диспетчер принимает решения, отправляет в сантехнику, дозвонился, не дозвонился. Диспетчер был в это время на работе, нет. Если это председатель, это идет через председателя, то есть узкая горлышка. Мы убираем это, если пользователь определяет, что это сантехника, то заявка напрямую попадает к сантехнику. Если это сервисная компания, которая занимается сантехникой, то непосредственно заявка попадает к ним. Это можно завтра расчет делать и труда часов, и исполнение заявок, и вообще оптимизировать всю эту работу, не содержать в штате этих людей, то есть перевести полностью на аутсорс. И самое главное, исчезает проблема, все делает робот, в этом и есть цифровизация. Ну, все-таки это ведет к более конкретному процессу, более упрощенному процессу. Как вы сказали, защищена бухгалтерия. У нас народ зачастую такой, знаете, пока не клюнет, что называется, или гром не грянет. То есть все работают как-то так. Пронесет, это меня не должно коснуться, в большинстве своем. Вот как все-таки тут, чтобы охватить повсеместно, чтобы это было? Вот роль ассоциации здесь больше информативная, или как вот ваша ассоциация? На самом деле ассоциация для себя наметила 7 ключевых направлений. Первое – это пропаганда и просвещение. Необходимо, как вы правильно заметили, поменять само мышление и отношение к своей квартире. То есть я сейчас нуждаюсь в расширении жилья, но я примерно понимаю состояние подвалов и крыш того или иного дома. Я не могу относиться к этой квартире так и платить за нее более высокую стоимость, которую мне предлагают. Потому что я смотрю на квартиру с домом в комплексе. Если там гнилые какие-то плохие подвалы, трубы не менялись, либо там слишком большое количество всяких вендоров по инженерии, для меня квартира не будет составлять такую высокую стоимость. Она для меня не привлекательна, я буду искать другую. Потому что в последующем придется вкладываться. Да, люди должны поменять само отношение к квартире. Квартира не существует сама по себе, она идет в комплексе со всем домом. Хочешь или не хочешь, проявляй внимание, бери на себя ответственность, принимай участие. Второй момент, который мы на себя возложили, это облегчить задачу самим руководителям органов управления. Управленческий процесс в МЖД многоярусный. То есть есть бизнес-процессы, операционка, есть технологические процессы. Когда эти вещи понятны, понятны ему, понятны собственникам, понятны государству, становится прозрачным финансовое расходование средств. Мы понимаем, куда что ушло, насколько эффективны. И как Виталий правильно отметил, по выставлению счета фактуры или акта, мы уже здесь сейчас можем проверить. Так, есть счет фактуры, есть акт выполненных работ, а на самом деле эта работа была произведена или нет. Споры, социальные недовольства, какие-то упаднические настроения, они сходят на нет. Люди начинают эффективно разговаривать, коммуницировать. Это вторая важная задача, я считаю. Третья задача – это использование правильного применения государственных программ, инструментов государственного частного партнерства. Понимать, как меньшими усилиями и затратами для собственника, для кошелька собственника. Сделать так, чтобы дом был финансово привлекательным. Где-то фасады поменять, а в следующий год крышу поменять. Дом изнашивается постоянно. Как только запустили, настает износ. ЖКХ нужно соблюдать правила золотого часа, как на скорой помощи. Принимай решения быстро, сосредоточься на процессах, принимай участие в процессах, не споря о результатах конечных, о своей личной выгоде. Сосредоточься на процессах, пойми, как ты в процессе можешь способствовать развитию своего дома. Как только это все изменяется, сам рынок становится динамичным. Также мы через ассоциацию совместно с юридическими и индивидуальными предпринимателями, лицами разработали критерии. Всего выявили по методике 77 критериев. Конечно, планомерность внедрения будет делиться на этапы, но 77 критериев. Мы понимаем, что по 77 показателям мы можем замерить качество оказания услуг. То есть тот стандарт оказания услуг рождается из критерий. И в критерии рождает сам конечный потребитель. И самый главный момент, который мы для себя отметили, что наш союз не существует просто как клуб по интересам, скажем так. Мы бы хотели быть в виде некого зонта, президент, который вступает в ассоциацию вместе с синергией со всеми. И при прикладывании своих знаний и навыков, возможно, в другой отрасли, в инжиниринге, в смертном деле, в бухгалтерии, в разработке образовательных программ, в дизайне, в позиционировании, в эффективных продажах, он может создавать совместно со всеми качественный продукт для усиления наших госорганов, чтобы реформа была успешной. Да, эта реформа в ЖКХ, она не может... То есть, смотрите, это же жизнеобеспечение, да? Мы всегда радуемся теплу, газу, свету. Здесь нужно саму... То есть на фоне этой реформы саму профессию нужно поднять статус, вести день работника жилищно-коммунального хозяйства. Есть день бухгалтера, есть день финансиста. Нет дня работника, то есть нет статуса даже у самой профессии. Как только есть статус в профессии, есть требования. Как только есть требования, мы туда подключаем те знания, которые необходимы, навыки. У нас растет спрос на профессию. Есть страны, которые уже ввели учебники на уровне 9, 10, 11 классов, когда уже идет профориентирование именно для отрасли. Дети не просто так выходят со школы, а понимают уже, какую ячейку, в какой отрасли, какую пользу они будут приносить. То есть такой большой пласт работы наметили. Ну смотрите, праздник организовать, я думаю, этот не первостепенно. Для многих понятие золотого часа – это быстренько, как можно больше средств собрать и в нужный момент просто, что называется, исчезнуть. Здесь я вот... Вам не кажется, что где-то вмешательство может быть государственным нужно, чтобы на государственном уровне... Ну если вся страна говорит о цифрализации, во всех отраслях абсолютно, и многим это нравится, потому что это значительно облегчает нашу жизнь. Вот чтобы было законодательно утверждено, что КСК, любое КСК должно перейти на цифровой формат. И здесь, как вот Виталий сказал, что уже есть 10 разных предложений, пускай вот они в рамках какой-то своей свободной конкуренции уже действуют. Кто лучше продает свои слуги, кто предлагает более выгодный, кто у кого более продвинутый сервис. Вот может быть как-то так, потому что, ну я говорю, опять же, нашего человека заставить прийти на что-то новое и сказать, что у тебя когда-то, очень скоро может быть даже, станет все хорошо, ну крайне сложно, потому что он привык ежедневно, я не знаю, приходить на работу тогда, когда он хочет. Он привык, что вы отправили заявку, он через 3 дня говорит, а, ну да, прочитал. Или заявка не поступила, или что-то еще, или там, не знаю, сантехник у нас там заболел, грубо говоря, да, по разным причинам. Вот как вот здесь нужно сделать, чтобы мы одномоментно перешли на это все, и, во-первых, был контроль, во-вторых, было качество, в-третьих, ну, конечно, ответственность и пользователей, то есть наша ответственность, как жителей, чтобы я вовремя оплачивал все, чтобы с меня могли вовремя все это спросить, взять, и, пожалуйста, я готов. Вот как вот это все сделать? Здесь может быть какой-то механизм все-таки рычаг государства нужен, или что сделать? Государство идет навстречу. Уже законодательство субъектов, объектов информатизации, оно прописало, то есть есть оператор связи по жилищно-коммунальному хозяйству, это все есть, оно все двигается. Единственное, чего не хватает, свободных площадок для проведения мероприятий. То есть мы можем поговорить в студии, уйти, закрыть дверь, пойти окунуться в свою рутину. Профессиональное сообщество должно иметь и располагать возможностями собираться, отдавать свои знания, проводить тренинги, проводить семинары, где-то на каких-то добровольных волонтерских началах. Какая-то часть должна быть отдана государству на бесплатном начале. Что-то уходит в коммерцию, если продукт ценный и требует более больших ресурсов и вложений. Здесь государство может выступить именно оператором, он может предоставлять помещение, он может посмотреть ценности использования этих помещений, он может помогать своей аналитикой, разработками, какими-то своими исследованиями, он может отдавать все рынку. Бизнес сам сумеет взять, что ему нужно. Он может способствовать более простой процедуре интеграции. Допустим, приложение ЕКСК с системой ЕРЦ. Будет простая интеграция, мы будем сразу увидеть потоки денег, мы будем смотреть, как работает, идет динамика по работе дебиторской задолженности. То есть государство, это все-таки регулятор, но не может остаться в стороне. Он оператор, который регулирует процессы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Он способствует развитию всех в равных возможностях и в равных условиях. Ассоциации, сообщества. Я правильно понимаю, что в принципе в данный момент все в руках находится самих жильцов? Если они придут, допустим, скажут к председателю ЕКСК, добрый день, мы узнали, что есть такой продукт. Давайте-ка мы все соберемся, начнем его использовать в пилотном режиме. Попробуем, как это все действует. Потом соберемся и опять же обсудим. Плюсы, минусы, стоит ли продолжать, не стоит ли продолжать. То есть на данный момент так действует система. На данный момент так, но жители тоже могут не прийти. Житель не знает, что он хочет. В какой части? Допустим, мы видели смартфоны, мы не могли в 90-х годах хотеть телефон, который хотел вот этот функционал. Или там выходит новая модель, она предвосхищает наши ожидания. Здесь примерно такая ситуация. Все приложения не предвосхищают, жители совсем надо, совсем чуть-чуть. Здесь еще один инструмент, который сделали, это рейтинг управляющих компаний. Вот, как раз Гульбера говорил, 77 критерий. Там большой блок, одан цифровизация. Одан цифровизация, прозрачности, насколько орган управления готов жителям демонстрировать те или иные вещи. И, соответственно, житель выбирает не только с приложением, житель выбирает свой орган управления, управляющую компанию, сервисную компанию. И вот в этой части, вот этот рейтинг, он такой бизнесовый механизм отбора, когда мы... Естественного отбора. Естественного отбора, да. И тогда двигателями цифровизации будут как раз-таки те органы управления, которые видны, которые в топе. То есть они смогут. А такой механизм мы пробовали, когда государство заставляло КСК внедрять решение, не работает, до конца не работает. Сейчас, конечно, в правилах это есть, в подзаконных актах это есть. Но мы строим, чтобы это была бизнесовая модель, когда выгодно всем, да, вин-то-вин. Вот когда это выгодно всем, и жителю, и председателю КСК, и, допустим, нам как бизнесу, и государству, потому что оно получает отчетность. Потому что все проблемы, которые обсуждаются, они не выплескиваются из ЖКХ навне, да. То есть если сейчас там посмотреть чат из ЖКХ, ну это сплошная ругань по каким-либо вопросам. Кто-то хочет задавать деньги, кто-то не хочет. Кто-то хочет лифт по картам, кто-то хочет обонплату, кто-то хочет вообще включить в тариф КСК. Мы видели разные модели. Я состою во многих чатах, ну это ужас. А если начинается какие-то праздники или рассылка про какие-то вещи, про то же коронавирус, то сейчас чаты забиты, что пить, что не пить, как себе беречь. От ЖКХ не остается ничего в этих чатах, такие соседские чаты. И, соответственно, вот наша задача уйти от этого, все это четко специализировать, каждый работает по своей сфере, и самое главное дать выгоду. То есть телефон не должен там 12 часов шуметь, как ватсап, потому что кто-то решил написать, что-то решил отправить. То есть он отключается. До таких мелочей, когда это удобно становится всем. Короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Кто должен чистить лед и снег в моем норе? Ваш КСК до какой-то границы. Где она проходит? Как ее определить? Она проходит 5 метров, если не ошибаюсь, от дома. От дома, да. И дальше это Акимат. Но надо смотреть в каждый частном случае, где, чья территория. Да, с самих хозяйствами нужно разбирать. Понял. Потому что сейчас это очень актуально. До сих пор в нашей думе. КСК должен управлять процессами. Возможно, он физически не должен бегать с лопатой, но управляя процессом, следи за благоустройством территории, на той территории, где живут жители. То есть это управленец процессов, как менеджер. Теперь вопрос еще один короткий. С какой частотой это должно быть? То есть раз в месяц, или где-то не регламентированно, или опять же по обращению? Мы в рамках работы городского акселератора развития создали такой драфт, документ по нормативам снеговой уборки. Он сейчас находится на рассмотрении в Акимате. И нет, должны быть регламенты, конечно. Регламенты должны быть соразмерно нагрузки территории, погодных условий и, естественно, финансовых средств. С учетом безопасности. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Мы обсудили интересную тему. Я думаю, что она достаточно очень обширная. Мы еще не раз встретимся и будем уже, я надеюсь, ваши более существенные достижения обсуждать. Но, тем не менее, спасибо вам сегодня. И желаю вам, конечно, удачи в вашей работе, чтобы как можно больше наших жителей понимали, что цифровизация нужна, что это вот там, где мы живем. И вот, конечно, от нас зависит, насколько там будет чисто, комфортно и безопасно жить. Спасибо. А на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Удачи вашему бизнесу. Субтитры создавал DimaTorzok